Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами поговорим о наших с вами деньгах. Тем более, что инструментов, как выясняется, есть достаточно много для того, чтобы приумножить и сохранить свои сбережения. Вот об одном из таких инструментов мы и поговорим. Гость нашей сегодняшней программы, представитель правления кредитно-потребительского кооператива Рафаэль Бабаев. Здравствуйте, Рафаэль Рашидович. Давайте с самого начала с вами договоримся, что, честно сказать, я лично очень скептически отношусь к таким вот нововведениям при размещении и при умножении собственных капиталов. Для меня существует касса на работе, где я получаю деньги, и банк, где эти самые деньги где-то хранятся. Сегодня мы будем с вами разбираться, и вполне возможно, я свое мнение по этому вопросу очень сильно изменю. Давайте вот с чего начнем. Что такое кредитно-потребительский кооператив? Ну и сразу, если позволите, чем такая форма отличается от традиционного банка? Что касается нововведения, вот я хочу отметить, да. По сути, кредитно-потребительский кооператив, он был еще до революции. С 17-го года это дело прикрыли, и в 92-м году, то есть это далеко не нововведение. То есть это хорошо забытое старое. Да. В 92-м году у нас был введен такой институт финансовый, и он существует с 92-го года в России. Что касается самих кооперативов, их великое множество, есть КПК, есть КПК-Г, есть жилищно-строительный кооператив, да. Но с финансами работают только КПК и КПК-Г. Глобальный... Кредитно-потребительский кооператив это КПК. Да. Глобальная разница между КПК-Г и КПК. Значит, КПК это просто кредитно-потребительский кооператив. Он может работать как с юридическими, так и с физическими лицами. КПК-Г работает только с физическими лицами. Кредитно-потребительский кооператив граждан. Глобальное отличие только в этом. Что касается разницы между банками и кредитно-потребительским кооперативом. Разница, по сути, давайте так, немножко абстрагируемся. Есть плотник, есть столер. Работа, по сути, и у того, и у другого с деревом. Но у одного это пилить и строгать, у плотника, да, а столер делает более тонкую работу. То есть там выпиливает, ну, то есть делает красоту из этого, из того, что сделал плотник. Так вот, кредитно-потребительский кооператив это плотник, банки это столер. По закону, 190-му федеральному закону о кредитной кооперации, у нас некоммерческая организация, то есть кредитно-потребительский кооператив, это некоммерческая организация, и она не имеет права заниматься коммерцией. Наше дело только у пайщиков получить средства, заемщикам их выдать. Соответственно, проследить за тем, чтобы деньги были вовремя, в срок возвращены, и с процентами возвращены пайщику. Для этого есть служба безопасности. То есть, по сути, это старая, забытая, хорошая вещь, касса взаимопомощи. Только она регламентируется законами Центрального банка Российской Федерации, положениями самого КПК, и положениями саморегулируемой организации, в которой состоит этот КПК. Для меня, опять же, новое слово появилось в данном случае пайщик. Опять же, возвращаясь к банку, то, что мне ближе, я понимаю, что я являюсь клиентом банка, или членом этой группы клиентов банка. Здесь появляется понятие пайщик. Есть ли разница между пайщиком в КПК, в кредитно-потребительском кооперативе, или клиентом, или членом этого самого кооператива? Между пайщиком и членом нет никакой разницы. То есть человек, ставший пайщиком, он не может не быть членом кооператива. Если мы берем, по подобию, опять-таки, банк, человек просто принес вклад туда, он не член этого банка. То есть решения, в любом случае, какие-то глобальные, серьезные решения, принимаются правлением банка. В нашем случае пайщик – это член кооператива, и все глобальные решения принимаются общим собранием пайщиков. То есть если, соответственно, член – это пайщик, пайщик – это член. То есть мы ставим между ними равно. А тогда как же собрать такое огромное количество людей, или здесь есть какие-то другие, в одном месте? Я почему спрашиваю? Потому что, допустим, я являюсь членом, в данном случае, ТСЖ, такой же примерный кооператив. У нас в доме мы не можем собраться. Создать этот кворум, приходится решать проблему с заочным голосованием. Здесь примерно то же самое может происходить. По сути, да, но у нас в апреле месяце было общее собрание пайщиков. Ну, кворум собрался. А, но когда вопросы решаются о собственных деньгах, тогда все заинтересованы, чтобы приехать. По сути, да, если поменять трубу, одно, а когда вопрос касается денег, то люди, конечно, приходят. У нас ежегодное просто собрание пайщиков, оно должно быть по закону, опять-таки, о потребительской операции. И мы его собираем, у нас собираются люди, да. Когда я готовился к этой программе, я почитал информацию в том числе и о вашем КПК. Вы являетесь председателем правления и, опять же, судя по открытым источникам, очень динамично разбывающегося КПК. В чем секрет именно вашей организации, за счет чего происходит, ну, вот такая динамика развития? Ну, секретов нет, просто надо честно и с пониманием дела работать. То есть, имея понимание, имея стратегию, да, которая разрабатывается не только мною, а всем нашим коллективом большим, мы работаем и двигаемся в нужном направлении. То есть, вот как бы не стоим на месте. Основное, самое главное, как бы поставленное мною условие было, когда мы начали работать... То есть, как председателем правления? Да, да, да. Это выйти из рамок, я это называю, девочка, стол и ноутбук. Вот, если люди к нам приходят, они приходят в полноценный банковский офис. С отдельной кассой, то есть, с отдельным ресепшеном. Ну, наверное, людям нравится, поэтому мы развиваемся, люди сами обращаются, просят, откройте, пожалуйста, там офис, откройте где-то еще. Нам неудобно, вот мы там открываем сейчас новых два офиса, один в Краснодарском крае, другой здесь, в Краснодаре. Ну, тогда давайте поговорим об этом, сколько сейчас у вас уже офисов, насколько, скажем так, те услуги, которые вы предоставляете, насколько они, а, востребованы на рынке, идут ли к вам люди, ну, хотя я понимаю, что идут, мы говорим о динамике развития, а с другой стороны, сколько сейчас офисов и вот эти два, которые вы открываете, это пределы или дальше еще есть какие-то планы? Ну, нет предела совершенства, это однозначно, в планах открыть в каждом большом городе Краснодарского края офис, чтобы мы были доступны людям, да, и в то же время развиваемся. Что касается конкретно КПК, то я уже говорил, что в соответствии со 190 законом, федеральным законом, мы не имеем права предоставлять какие-то услуги, но у нас сконсолидирована, есть компания, которая сейчас, на данный момент, мы рассматриваем, ну, как... Следующую ступень роста? Да, проводим работу по тому, чтобы в наших офисах были платежи ЖКХ, оплата кредитов, оплата штрафов ГАИ, такая актуальная вещь, вот, поэтому мы работаем и стараемся над тем, чтобы люди, пришедшие к нам, получили полный спектр финансовых услуг, причем не только физические лица, но и юридические. Юридические лица, это, наверное, самый интересный момент, но он... люди о нас, ну, плохо знают. То есть пока юридические лица еще не поверили, в отличие от физических лиц, еще не поверили в... Вы знаете, я думаю, что не поверили, а у них нет информации. Дело не в поверить, а в том, что у них нет информации. Если физические лица, да, получают какую-то информацию из газеты, из наших передач, из чего-то еще, то у юридических лиц нет полного понимания процесса, то есть что они получат взамен того, что они придут к нам. Ну, мы как бы открыты к общению, пускай звонят, пускай приезжают к нам офисы, мы готовы. Еще хотелось бы отметить такой момент очень хороший, разница между банком и КПК, что касается конкретно нашего КПК. В банк к председателю управления обычный вкладчик практически нереально. Я, как в прошлом сотрудник банка, точно знаю, что даже сотрудник банка очень тяжело попадает к председателю управления. Я для пайщиков, конкретно для пайщиков, открыт к общению всегда. То есть в любой момент они могут позвонить мне на мой личный телефон. Я не то, что разрешил, я настаиваю, что если кто-то спрашивает меня, наш пайщик, давайте мой личный телефон, либо я в кабинете. Пожалуйста, всегда, в любой момент, пожалуйста. Вы говорили о дополнительных услугах. На нашем телеканале реклама не является дополнительной услугой, а является одной из составляющих форм общения с зрителями. Так что давайте сейчас посмотрим рекламу, а потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о финансах, о том, как приумножить и сохранить собственные капиталы. Рафаэль Раштыч, мы с вами говорили до рекламы, мы говорили о определенной доступности, мы говорили о том, что да, это вполне законная деятельность, и государство это регламентирует. И тем не менее, давайте попробуем поговорить о дополнительных гарантиях. Но вот то, что касается банка, здесь опять же я все понимаю, об этом огромное количество информации. То, что касается, если я обращаюсь в КПК, в данном случае к вам, каковы гарантии того, что, а, мои деньги никуда не денутся, и, б, я получу тот процент, который вы мне обещали в самом начале? По поводу гарантии. Ну, первое, основное гарантия, это все-таки умение читать и смотреть документы того же КПК. Потому как, если вы зашли в помещение КПК, в офис КПК, да, и там нету элементарной доски информации для пайщиков, ну, надо просто разворачиваться и уходить. Даже если она есть, надо внимательно смотреть, что там размещено. К сожалению, у нас в Краснодарском крае всего 12 КПК. По всему Краснодарскому краю. Банков значительно больше. Да. В Казани, в одной Казани, порядка 400 КПК. Ого. Да, при всем при том, что во всей России 700. И оттуда, вот, ну, когда такое разграничение, то понятно, что эти 400 КПК, ну, просто не выживут. Да, они созданы для того, чтобы пропылесосить рынок, так называемый. Вот. Поэтому надо обращать внимание, откуда организация, да. Если она, там, из другого города, ну, из другого региона, будем так говорить, не города, а региона, да, то обязательно она должна быть зарегистрирована здесь. То есть, дополнительный офис. Наш, каждый дополнительный офис, мы находимся в Краснодарском крае, мы краснодарские, но каждый дополнительный офис у нас зарегистрирован налоговой. Что касается других, ну, приехавших, не всегда такое бывает. Соответственно, это значит что? Это значит то, что они существуют незаконно, уже, уже незаконно. Если говорить о других гарантиях, это, конечно, саморегулируемая организация. Вот, кстати, об этом я хотел поговорить, потому что все, что связано с финансом в нашей стране, мы уже привыкли к тому, что существуют саморегулируемые организации, в которые входит несколько финансовых институтов. Ну, в данном случае мы будем говорить о КПК, которые дают дополнительные гарантии друг другу. У вас такая существует? Да, конечно, у нас обязательно есть СРО. Но дело в том, что СРО это саморегулируемая организация. То есть, там включены 500 КПК, которые вносят взносы, да. Такую подушку безопасности. Да, по сути, они создают подушку безопасности, но это далеко, к сожалению, далеко не ССВ, не система страхования вкладов банков, да. Потому как система страхования вкладов это государство. Вот. Здесь мы сами создаем эту подушку. Тоже большая, очень большая странность. Основное месторасположение этих СРО это Санкт-Петербург, Москва и Казань. Вот. То есть, у нас, к сожалению, в Краснодарском крае нету своего СРО. Я как бы двигаюсь к тому, чтобы созвать уже участников рынка и, наверное, создать свое СРО. Потому что не знает нашего менталитета, нашу специфику работы, не знает ни Питер, ни Москва, ни Казань. То, что волнует, я думаю, многих, которые смотрят с самого начала нашу программу, проценты. Какие они, чем они отличаются от других финансовых институтов. И, опять же, за счет чего происходит вот эта вот прибыль, за счет чего клиент может получить эти проценты? Что касается процентов. Процент у нас четко регламентированный у КПК. Регламентированный Центральным банком Российской Федерации, потому как мы находимся под их юрисдикцией. Они наш руководящий и направляющий орган. На сегодняшний день максимальная ставка по КПК должна быть 20,625. Ну, это вполне приличный процент по вкладке. Да, ну, достаточно, ну, повыше, чем у банка, естественно, повыше, чем у банка. Из чего складывается, собственно говоря, прибыль, да, естественно, мы даем под... У нас так называемые короткие деньги. У банка есть понятие длинные деньги и короткие. У нас тоже у нас короткие деньги. То есть мы даем взаймы на небольшой срок. Взаймы на небольшой срок, да. Поэтому достаточно быстрая оборачиваемость, но тоже как бы палка о двух концах. Что касается политики нашего КПК конкретно, я не могу говорить про другие, я говорю про политику. У нас четко выверенная политика. Мы не даем микрозаймы. По статистике, возврат микрозаймов, то есть это десятитысячные... Это рискованная операция. Это, во-первых, рискованная. Во-вторых, невозврат по России 87%. Это огромный процент на сегодняшний день. То есть практически возвращается всего 13% займа. Поэтому мы решили пойти немножко другим путем. Мы даем займу, мы даем займу проверен нашим пайщикам. Либо только под залог, ликвидный залог. Это политика, опять-таки, нашего КПК. Я не знаю, как другие работают. Если они дают микрозаймы, значит, у них идет эта работа. Еще один вопрос, мне кажется, очень важный, который стоит задать. Но прежде чем я адресую его вам, мы задали этот вопрос жителям нашего города. Это как отличить финансовую пирамиду, потому что это то, что очень у всех на слуху. Как отвечали жители, давайте сейчас посмотрим, а потом уже я адресую этот вопрос вам. Прошу. Нет, не знаю. Даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Заманивают высокими процентными ставками, сразу большой доход гарантированный. Ну, а потом люди на это как бы ведутся. Когда вам предлагают очень много сразу, я думаю, что точно финансовая пирамида. Нужно исходить из того, что зачем вкладывать. То есть, если ты хочешь приумножить, для этого нужно просто подключить голову, поработать, и ты приумножишь свой капитал. А вкладывать какие-то там, я не знаю, в эти финансовые пирамиды и тому прочее. То есть, это очень большой риск. Если вам предлагают просто так, ни за что, большой процент, очень быстро возврат денег, ничего при этом не делая, скорее всего, это обман. Ну, вот теперь, пожалуй, такое экспертное мнение. Как же все-таки отличить финансовую пирамиду? На что стоит обращать внимание, прежде всего? Ну, по сути, девушка была права. То есть, если сейчас в СМИ, в одной из самых читаемых в Краснодаре рекламной газете, проходит такое, 15% в месяц. Ну, я думаю, что туда даже... Неужели кто-то еще ведется на 15% в месяц? Видно, кто-то ведется. Видно, кто-то ведется, потому что не существует. Да, ну, просто элементарная математика, 180% годовых, это безумные деньги. То есть, положив там... Не бывает. Да, такого не бывает, просто не бывает. Это первое. Второе. Молодой человек там говорит, надо работать и не вкладывать. Но если у вас есть свободные деньги, то почему бы их не положить? Все деньги пустить в оборот. Всегда должна быть подушка. А по поводу финансовых пирамид, еще раз возвращаюсь к тому, что внимательно читайте документы. Вас завлекли процентами, но прежде чем вы подписали договор, очень внимательно его надо прочесть. Очень много по поводу, говорят, страхования. То есть, в нашем КПК есть система, то есть, мы застраховали риски в страховой компании. Плюс СРО, о котором мы еще говорили. Плюс СРО, да. Но дело в том, что это не обязательно. Мы не обязаны, мы это добровольно сделали для того, чтобы людям было спокойнее. Но зачастую в страховках, зачастую их не показывают. То есть, если придут к нам и скажут, покажите страховое свидетельство, ну, страховое поле, мы его показываем. Мало того, он у нас висит на доске. То есть, любой может прийти. То есть, опять же, то, о чем мы с самого начала говорили. Да. А так зачастую не показывают. Либо зачастую там сумма, грубо говоря, в 5 миллионов рублей. При всем при этом, что активов, которые они набрали, уже 50 миллионов. Пирамида. Вот. Надо смотреть сумму страховки. Она должна быть обязательно прописана в договоре, что на основании страховки, такой, ну, страхового полиса, договора со страховой компанией, да, вот, ваши средства страхуются. Вот. Это обязательно надо, это надо учитывать. Опять-таки, СРО, да, надо, если висит, на доске, что участник СРО, да, проще всего, конечно, это либо позвонить в СРО, либо зайти на сайт, да, есть они или нет. Интернет, честно, нам очень сильно помогает, но и вредит, потому как есть компании, которые прекратили свою деятельность, ну, те же пирамиды, да, но называются, к сожалению, так же, как, грубо говоря, как наша. Еще один немаловажный вопрос. Ну, я-то для себя, да, более или менее разобрался. Я не буду скрывать перед нашими зрителями, что у нас с вами была возможность поговорить до записи. Я думаю, что после того, как камера выключится, у меня тоже будет возможность задать вопросы. А вот такой вот прямой диалог, если кто-то заинтересовался, посмотрев нашу программу, или узнав откуда-то о вас или о другой подобной организации, где-то вот это живое общение может произойти? Можно ли где-то прийти, узнать информацию дополнительную, вживую, в интернете или где-то еще? Как это можно сделать? Во всех наших 11 офисах добро пожаловать. В самом начале и до сих пор у нас есть такой маленький девиз, да, мы работаем с людьми, а деньги просто повод пообщаться. Вот, поэтому в любой офис, пожалуйста, девушки всегда готовы к общению. Если что-то вот совсем непонятно, то для этого у нас есть юридическая служба, если еще непонятнее, то, пожалуйста, добро пожаловать ко мне. Что касается так называемых открытых источников, интернет, телефон горячий, как можно вас найти? Есть телефон, конечно, есть многоканальный телефон, есть краснодарский, есть многоканальный по России. По России 8-800-5977, по Краснодару 861-201-8447. В интернете можно узнать? Да, конечно, сберегательный союз.рф. Русскими буквами, без пробелов, без ничего. Опять же, существуют такие сейчас модные формы, разъяснения собственной позиции, не знаю, там, встречи с потенциальными клиентами, какие-то семинары, какие-то, не знаю, беседы и так далее. Пользуетесь ли вы вот такими формами? Мы не то, что пользуемся, по закону мы обязаны это делать, по тому же кредитной кооперации, то есть нести знания в массы. Что касается семинаров, то 15 октября в 15 часов на Ставропольской 2-1 будет проходить бесплатный семинар для населения по финансовой грамотности. Мы должны донести людям, собственно говоря, информацию. Ну что ж, спасибо большое, Рафаэль Рашидович, что пришли и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, прежде чем попрощаться для себя, ну вот для себя, да, я открыл новую форму. Не скажу, что я прямо вот, прямо вот совершенно точно принял это, что да, буду этим пользоваться, но, по крайней мере, это для меня лично повод для того, чтобы задуматься и поискать дополнительную информацию. Я думаю, что вы сделаете примерно так же, и потом уже свой выбор на основании того, что узнали, сделайте, и этот выбор будет правильным. Гостем нашей сегодняшней программы был председатель правления кредитно-потребительского кооператива Рафаэль Бабаев. Еще раз большое спасибо, что пришли и ответили на вопросы. Ну, на этом все. Увидимся с вами в следующий раз. И приумножайте свои финансы, и пускай в вашей жизни будет только побольше радости. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова